Всем доброе утречко! Сегодня уже какой-то там 26 или 27 декабря, уже даже не помню, если честно. Сегодня опять беру вас с вами, с нами. Вернее, потому что нужно поехать в Икею, поедем забрать заказ, поскольку все закрыто. Опять это будет бесконтактно или как, я еще толком не понял. Будем сейчас разбираться. И, конечно же, я сейчас не про это. Я хотел сказать, как хорошо, что сегодня вот такая вот замечательная погода. Солнышко, боже! Это так хорошо. Ну, сначала надо стекло расчистить, конечно, но это не беда. У нас минус один, поэтому чистим стекло, радуемся солнышку и выдвигаемся в дорогу. Не знаю, видно или нет, сейчас такая пара идет. Ладненько, едем дальше. Ну, что ж, карантин вносит свои, как бы, коррективы и вообще никого нет. Никого вот, ну, пусто. Сегодня 27 декабря, воскресенье и вообще, ну, вот видите, то количество машин, которые вы сейчас видите, это не то, что в два раза, в раз в 10 меньше, чем всегда. Ну, да, ну, вот такие они, запреты на все. Теперь начинаем квест, угадай, как забрать заказ. Так, ну, интернет-заказ, вам нужно туда. Ну, едем. Здесь все огородили, все, что можно. Ну, я думаю, здесь не ошибешься, если все так. Едьте, едьте, едьте. Блин, солнышко, правда, вам плохо видно будет, но что поделать. Так, и сюда. Так, ну, да, вот сюда нам. Так, инструкция следующая. Прислали инструкцию, сказали подъехать, ждать. Выйдет человек, человеку показать через окно номер своего заказа. И потом, когда он придет второй раз, нужно, это, второй раз можно уже выходить забирать. Ну, я уже подготовил номер заказа. Сейчас, в общем, будет видно, что будет дальше. А, так, я пока жду. Пока не знаю, кто там выходит, не выходит, не знаю. Мы пока подъезжаем. Вот этот человечек, он указывает, куда именно подъезжать. Здесь есть два, три, один, ну, номера стоянок. У него номерок, он показывает, куда. Вот машина подъехала, он показал. Мне так же. Сейчас ждем дальше. Так, кто там ко мне подойдет? Так. Все, отлично. Человек подошел, он записал номерок мой. Я так понял. Он просто подходит, забирает номерки, номера заказов. Он сейчас вот пошел к другому человеку, вот, записал. И сейчас, а, вот, по рации он все передал. И все, сейчас мы будем забирать свой заказ. Так, ну, у меня заказ там маленький, очень маленький. Мы там особо ничего не заказывали там. Такое, то, что нельзя сейчас нигде заказать. Поэтому, поэтому вот так вот. Я тут забрали заказ свой в Кейн. И решил же зайти в Брине рядышком. Нам кое-что не привезли в прошлый раз. Хочется купить. И я чуть провтыкал вход. Не туда зашел. Не пришел. Сейчас возвращаться можно. И вот можно посмотреть. Все закрыто. Все. Все, что можно, все закрыто. Это наступили те времена, когда у тебя деньги есть. Ты купить можешь, как бы хочешь. Но, вернее, ты хочешь купить, но ты не можешь купить. Ты можешь купить только через интернет и ждать, пока тебе привезут. Вот наступили вот эти смутные времена. Когда-то про них шутили. А вот они и наступили. Что есть-то есть. Ну, а я иду в Риме докупить кое-что. Ну, зато елочки красивые. Да, работает винотека. Работает... Что там еще работает? Для собачек и еда. Вы видели. Кике мы подъезжаем. Там все огорожено. Как говорится, не ошибешься. Подъезжаем. Человек указывает, на какую ячейку. Забираем свой товар. Человек указывает, на какую ячейку. Мы подъезжаем. Выходит другой человек. Записывает номер заказа. После этого мы ждем третьего человека, который выносит наш заказ. Ну, так как у нас был маленький пакетик, он просто вынес. На лавочке оставил. Я забрал. Все. Потом вы видели, я зашел в торговый центр возле Икеи. Я не знаю, как он называется. Здесь работают только продуктовый магазин, зоомагазин и аптека. Все. Все остальное закрыто. Кафе только на вынос. Там Макдональдс только зайти, взять и выйти. Все. Больше ничего. Ну, здесь, кто знает, это ш-ш-ш-ш. Господи, я никак не могу выговорить это место, потому что я не могу запомнить, где Outlet Park, где Outlet Park. Как он называется, Шаурис Мистелис. Ну, да, я тоже так музыку слушаю. И здесь, в принципе, та же ситуация. Никого просто нет. Машины стоят. Ну, как, все закрыто. И вот наш красавчик стоит. И так, ребята, сейчас мы будем сдавать бутылки. Вот у нас здесь куча бутылок. Но там приемный аромат. Ну, вы не подумайте, что денег нет. Я вам сейчас все расскажу. Каждый раз, когда мы в магазине покупаем что-то, это причем не только в Литве, это в большинстве стран Европы. Когда вы что-то покупаете в магазине, в любой таре, пластиковое, жестяное, стекло, без разницы, к цене доплюсовывается какая-то определенная сумма. В Литве это 10 центов. Плюс 10 центов каждой покупки. Это считается залог за тару. И здесь такой нюанс. Если вы хотите, вы можете этот залог вернуть. То есть вернуть бутылку в таромат и получить чек. Чек вы можете использовать в том магазине, при котором находится приемщик вот этих бутылок. Вы можете рассчитаться на этих 10 центов. То есть купить что-либо или на сумму, на которую вы сдали. Вот допустим, я сдал 45 бутылок, это 4,50. 4,50. То есть я могу, либо я могу на кассе пойти забрать этих 4,50, наличкой мне их дадут. Либо я могу пойти набрать товара, там или на меньшую сумму, или на большую, или на равнозначную. Показать, дать вот этот чек, и он отминусуется от суммы. Если будет там, я накуплю на 4 цента, а у меня 4,50. Значит, 50 центов мне отдадут. Если на 5, то 50 центов мне еще нужно будет доплатить. Вот такая ситуация. Поэтому здесь сдают бутылки все. В принципе, ничего такого в этом нет. Все нормально. Зато на улице чисто не валяются бутылки и все. Но можно сдать только бутылки, на которых есть специальный знак. То есть, если вы приехали с другой стороны, допустим, там с Латвии, возможно, возможно с Латвии, возможно там с Польши, возможно у них другие знаки. Вы не сможете сдать бутылку здесь, потому что должен быть специальный знак. Если там такие же знаки, то конечно можно, если нет, то нет. Вот такие нюансы. Ладно, пойдем в магазин оттоваривать. 4,50. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!